Всем привет! На сей раз у нас время кормления травяных лягушат. Кормить я их буду гусеницами бражника, которые уже облепили мою руку. Их тут штук 6 на 4 лягушат. От маленького размера до довольно крупного для них. И сейчас посмотрим, как они будут их кушать. Обычно я выкладываю гусениц бражника на верхотуру, на верх бревна. И подсаживаю самых маленьких лягушат, чтобы они первыми совершили трапезу. Урвали себе наибольший кусок. Собственно, вон ту самочку. Да, все-таки я обнаружил, что у меня 2 самца и 2 самки. Самки у нас более скрытные и менее активные в плане того, чтобы себе добыть пропитание. Поэтому большинство пищи уходит именно самцам. И самцы куда более податливее, их гораздо проще взять в руки, чем самок. Придется двигать бревнышки и всячески подталкивать нашу самочку. Самую маленькую самочку пытаюсь кормить. Когда дело доходит до ручного корма, пытаюсь кормить ее прежде всего. Но она у нас брыкается и пытается всячески упрыгать. Нужно дать ей заметить гусень с бражника, иначе она так упрыгает, ни одного не скушав. Хоть я и кормил ее сегодня мушками, но тем не менее это немного не то. Непослушная какая. Осталось только расшевелить гусениц бражника, чтобы они начали двигаться. Вот лягушечка не очень хочет пока что кушать ни одного. Они не двигаются, не дают себя, никак себя не компрометируют. Поэтому условный рефлекс не заставляет лягушку скушать хотя бы одну гусеницу. Мы видим, что наиболее ближайшая, наверное, слишком крупная для нее. Но если захочет, она скушает и эту гусеницу. Ну, в основном, конечно, она попытается скушать кого-нибудь мелкого и подвижного. Процесс этот небыстрый. Посмотрим. Сумеет ли она хотя бы одного скушать? Поскольку она не сильно голодная, кормил ее пару часов назад парой мух. Поэтому неизвестно, как она воспримет гусениц. Пока что она стрессует больше от волоса, видимо. Ага. Попалась первая гусеница. Как сосиска в руке буквально. Немного упустили кадр, но ничего страшного. Жаль только гусеница не самая крупная. И, скорее всего, лягушечка перестанет употреблять гусениц. Ей этого вполне хватит. Но мы найдем другую самочку. Скорее всего, она у нас где-то... Да, она здесь, как и предполагалось. Эта самочка голодная. Я ее пока что ни разу не кормил. Она тоже неконтактная. И будет тяжело. С другой стороны, она лучше проявит себе в качестве охотника. Лишь бы только самца не посадить. А то самцы еще... Пока еще... Не настолько голодные. Они всегда получают побольше. Вот. Сейчас посмотрим. Не хочет, не хочет. Убегает. Самки всегда такие убегающие. В отличие от самцов. Самцы более контактные. Как ни странно. Посмотрим, что будет сейчас. Тем более, движение среди гусениц посредственное достаточно. В общем, приходится пролагать массу усилий. Только для того, чтобы самки хорошо покушали первыми. А как мы видим, уже... О! Самец. Решил поквакать. Типичным самцовым кваканьем. Ну-ка посмотрим. Гусеницы не шевелятся. И это очень плохо. Потому что... Лягушки хорошо реагируют исключительно на движение. Посмотрим, заглотит ли это самочек вот такую большую. Ну... Пока движение есть. Пока есть движение, есть и шанс того, что... Кто-то что-нибудь слушает. Ну, как только движение прекращается... Ну... Самец решил присоединиться к трапезе. У нас... Они у нас наиболее активные. Поэтому... Ничего удивительного. Эх... Придется снова самочку разворачивать. И, как всегда, она куда-нибудь упрыгает. А совец уже кого-то съел. Давай мы тебе уберем отсюда. Ты сможешь попозже покушать. Пока что... Выдадим. Посмотрим. Опять же, они не двигаются очень плохо. Лягушки на них будут... Лягушки на них не будут реагировать. Ну, хотя бы ты давай крупнее. Пошевелись немного, а. Самочка голодная, поэтому... Должна... Начать... Даже такую крупную гусеницу она заглотит. Медленно, но верно. В принципе, я доволен. Она съела самую крупную гусеницу из всех. То есть, уже не будет голодная на сегодня, по крайней мере. И, естественно, вот так вот съеденная гусеница. Еще никто не успеет отнять в нее еду. Ну, а теперь можно заняться еще одним самцом. Который остался внизу. Пока еще не кормленный. Вот он. Кстати, как определить самца от самки. Увидел недавно видео. Ну, и заодно решил поделиться с вами на конкретном примере. Если обхватить самца за область подмышек. То он будет громко возмущаться, как будто это... В него вцепился другой самец. Специально для спаривания. Поэтому условный рефлекс предполагает, что они начнут громко жаловаться на это. Так. Однако, что-то пошло не так. Рягушка выплюнула гусеницу. Что не очень хорошо. Да, везде у них могут возникать проблемы. Вроде бы только что было нормально. А теперь... А теперь неизвестно, съест ли она ее. Попробуем выдать ей гусеницу поменьше. Возможно, это перебор был. А вот эту вот скормим самцу. Самцы очень активные охотники. Поэтому скушают с удовольствием. И не подавятся, ничего не отрыгнут. Но моя задача сейчас покормить эту самочку. Что сделать, уже весьма проблематично. Они очень замкнутые. Очень... Очень тяжело реагируют. Давай, давай. Попытаюсь это сделать двумя руками. О результатах сообщу, наверное, отдельно. В описании к видео. Но на сегодня все. Буду кормить. Буду пытаться покормить лягушат. Прошла ночь, поэтому попробуем покормить наших самочек еще раз. Вот они тут две как раз. Лежат. Отдыхают. Я снял вот это вот бревно, чтобы увидеть их. Благо, никто из них не закопался. А то бывает, они закапываются в сфагнум. Который служит им в качестве подстилки. Они еще не сильно проснулись. Поэтому могут и упираться. Хотя не очень. Посмотрим, как теперь самочка отреагирует на гусениц. Они должны быть голодны. Хотя по ним ни хрена не скажешь. Смотрю. В книгу вижу фигу называется. Тебе дают поесть, а ты где-то там что-то фигней какой-то маешься. Ну, что водички и нужно. Пересыхает или еще чего-нибудь. Кто их знает, этих лягушечек. Пока не на берегу, они достаточно сухие. Вторую самочку тоже пригласим на стол. Точнее, за стол этот обеденный. Может, хоть она скушает хоть кого-то. А пока самки зевали, самец уже съел одну гусеницу. Вон он, довольный. Кто успел, тот и съел. Если кушать не будете, то... то самцы съедят вместо вас. Поэтому самок тяжелее явно растить в домашних условиях. Если, конечно, не пускать еду туда каждые два часа по несколько штук. Но нам так много насекомых там не нужно. Наоборот, у нас четкая диета. Едим в определенные часы. Лишь бы ты тут самец опять не увидел. А он прожорливый. Естественно, съест все сам. Видимо, придется мне опять заставлять самок покушать. Будем пробовать это двумя руками. На запись на камеру не получится. на камеру альбина. И вот и у нас помятить. Продолжение следует...